Как устроен бизнес российского ритейлера Magnit и стоит ли покупать его акции? Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture и это наша еженедельная рубрика «Распаковка». Сегодня будем разбирать российскую холдинговую компанию Magnit, которая занимается розничной торговлей. Я уверена, что каждый знает этот бренд. На самом деле, мне кажется, что на российском фондовом рынке есть две акции, которые неизменно вызывают недоумение у инвесторов. Почему эти бумаги валяются на дне, никаким образом не хотят разворачиваться наверх и, собственно, является ли такая динамика инвестиционной возможностью? Или это уже приговор? Это Magnit и это банк ВТБ. Может быть, некоторым совпадением является то, что ВТБ является крупным акционером Magnit. А может быть и не совпадение. Давайте начнем с истории компании. Компания была основана в 1994 году, когда Сергей Галицкий основал компанию, которая тогда называлась Thunder. Тогда она занималась оптовой торговлей товарами бытовой химии, но уже позже ставка была сделана именно на развитие розничной сети. Интересно, что Magnit расшифровывается как магазин низких тарифов. Я раньше не знала об этом. И через 4 года после основания Thunder бренд Magnit появился. И вот именно под этим брендом уже Галицкий начал активно развивать сеть на юге России в первую очередь. В 2005 году Magnit там насчитывает 1500 магазинов по всей стране и обгоняет по выручке пятерочку. А через год компания выходит на биржу и запускает новые форматы магазинов. Это гипермаркеты. Magnit развивался очень быстро, причем компания показывала отличные финансовые показатели. Это был и постоянный рост выручки, и прибыли, и котировок соответственно. В 2015 году сеть Magnit перешагивает отметку в 10 тысяч магазинов, а стоимость одной акции подошла к 13 тысячам рублей за одну штуку. Но потом случился 2016 год, и компания впервые показала снижение прибыли. А в 2017 году чистая прибыль упала еще на 35%. Почему дела Magnit пошли на спад? Во-первых, конечно, нужно отметить довольно тяжелую макроэкономическую ситуацию в 2016 году. Падение реальных доходов населения. Ну и, кроме того, при всей моей огромной симпатии к Сергею Галецкому, все-таки в какой-то момент Magnit немножечко стал отставать от духа времени. И вот эти вот штампованные магазины, которые многие сравнивают с жестяными коробками, которые Magnit активно выстраивал по всей стране, ну, по сути, уже стали не таким актуальным форматом. Российский ритейл начал развиваться более в таком вот направлении, ориентированном на клиента. И, в общем, стратегия эта не очень сработала. В итоге вы знаете, что дальше произошло. В феврале 2018 года Сергей Галецкий, бессменный руководитель компании, который действительно всей душой в нее вкладывался, принимает решение продать большую часть своей доли в компании банку ВТБ. Я помню, как я смотрела пресс-конференцию Галецкого, когда он плакал. И, конечно, это действительно очень такой сильный эмоциональный момент, мне кажется, для всего русского бизнеса, потому что Magnit была, конечно, одной из ведущих частных российских компаний. Но, так или иначе, сейчас мы видим, что Magnit пытается каким-то образом выкарабкаться и сократить то отставание, которое он имеет от конкурентов, от той же X5 Retail Group. Пытается обновлять магазины, продолжает открывать новые магазины и пытается также и как-то подстраиваться под технический прогресс. Правда, получается, у него это не очень хорошо. Насколько я знаю, у Magnit, например, по-прежнему нет опции доставки продуктов. Так или иначе, Magnit – это одна из крупнейших публичных компаний. Она входит в рейтинг Global 2000 Forbes и является работодателем для более чем 300 тысяч человек. Как устроен бизнес Magnit? Есть три основных типа магазинов. Первый – это магазин у дома, самый распространенный вариант, то есть небольшой магазин с самыми необходимыми продуктами питания, плюс непродовольственные товары. И доля в выручке таких вот магазинов у дома – это 77%. То есть самая большая часть ее. Второй формат – супермаркеты. Это крупные магазины, средняя площадь 2000 квадратных метров. И здесь доля в продажах 15%. И третье направление – это Magnit Cosmetics, где продается косметика, в том числе собственных торговых марок, бытовая химия, парфюмерия, гигиена, хозяйственные товары. Доля в выручке только 8%. Ну и также есть другие форматы у Magnit, например, аптеки, алкогольные магазины и так далее. Это все розничный бизнес. У Magnit есть еще оптовый сегмент, но его доля от общей выручки занимает всего менее 3%. У Magnit очень много магазинов. Среди российских ритейлеров он остается на первом месте по количеству магазинов. И это все обслуживается широкой логистической сеткой. На конец 2019 года у компании было 38 распределительных центров в 7 федеральных округах и 5,5, даже больше тысяч грузовиков. Магнит – это такая большая, довольно громоздкая конструкция. И он ведь не только является посредником между поставщиком товаров и покупателем, но и также имеет собственную сеть производства из 15 разнообразных предприятий. И понятно, что такая большая экосистема трудна в управлении, и возникают сбои и ошибки. У компании есть стратегия развития, которую она презентует. Какие там есть основные пункты? Первое – руководство планирует работать над восприятием бренда Magnit покупателями. Для этого осуществляется редизайн сети магазинов, увеличивается доступность товара на полке. Это, соответственно, ведет к дополнительным расходам, связанным с хранением запасов. Пересматриваются торговые позиции, планируется внедрение продукции под собственным брендом Magnit. Второй пункт – ожидается серьезная модернизация устаревшей системы логистики с использованием информационных технологий. Мне кажется, что даже сама эта фраза звучит немножечко как привет из ранних 2000-х годов. И третье – совершаются первые шаги в сфере электронной коммерции. К 2021 году менеджмент планирует создать и запустить такую работающую систему. Будем надеяться, что карантин к 2021 году все-таки уже снимут. Как в целом выглядит ситуация в секторе продуктового ритейла? Вообще, традиционно ритейл считается стабильным сектором, потому что люди всегда, ну или практически всегда, ходят в магазины, покупают еду и товары первой необходимости. Но здесь, конечно, именно зависит от экономической ситуации динамика роста выручки и потребительского спроса. Как текущая ситуация отразится на рынке ритейла? С одной стороны, в первую неделю самоизоляции мы видели рекордный наплыв покупателей. Ну, не буду повторять шутки про гречу и туалетную бумагу, они уже порядком, честно говоря, поднадоели. Но, с другой стороны, ведомости сообщают, что с 30 марта по 5 апреля трафик упал на 20-30% у ритейлеров по сравнению с предыдущей неделей. А нет, простите, по сравнению с неделей, которая предшествовала самоизоляции. Даже так. И понятно, что, конечно, карантин – это негативный момент для торговых сетей. Это будет, как минимум, остановка экспансии. Да, никто не будет сейчас открывать новые магазины в неограниченном количестве, чем грешит магнит. Ну и плюс другие дополнительные непредвиденные расходы. При этом магнит здесь находится в особенно уязвимой ситуации. Он может потерять долю рынка, потому что покупатели сейчас вынуждены уйдут в онлайн. И многие поймут, что это действительно удобно – заказывать продукты с доставкой на дом. И просто перестанут ходить в физические магазины, даже тогда, когда ситуация нормализуется. А магнит, как вы помните, в 2021 году только планирует подключиться и создать работающую систему. Ну, если посмотреть немножечко в историю российского ритейла, то мы видим, что с 2016 года темпы роста остаются очень-очень низкими. Это связано как раз-таки с падением реальных располагаемых доходов населения. Хотя как-то потом вроде как нам сказали, что они растут, но не все экономисты доверяют данным Росстата. И мы видим, что по сути, даже по официальным данным, реальные располагаемые доходы пока не восстановились до докризисного уровня 2013 года. Еще до того, как мир столкнулся с непредвиденным вызовом, Минэкономразвитие прогнозировало рост реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году на 1,5%. Ну, вы помните эти все разговоры про борьбу с бедностью и так далее, которые были очень популярны в 2019 году. Но нужно понимать, что, конечно, сейчас этот прогноз в 1,5% это что-то из другого абсолютно сказочного мира. Потому что сейчас Минэкономразвитие даже не может примерно предположить, насколько просядет экономика России в этом году. И, соответственно, насколько упадут уже, конечно, никто не сомневается, что данные будут со знаком минус реальные располагаемые доходы. И при этом, конечно, есть позитивный момент для рынка розничной торговли. Это то, что его рост поддерживается в некотором смысле инфляции. По итогам 2019 года оборот в секторе составлял 16 триллионов рублей. Ну и по некоторым прогнозам к 2024 году он достигнет 21,5 триллиона рублей. При этом мы понимаем, что в ситуации, когда спрос, скорее всего, будет падать в ближайшие несколько лет, магазины не могут увеличивать прибыль за счет повышения цен на товары. Какие могут быть варианты развития для ритейла? Первое – это инвестиции в передовые технологии, которые способны увеличить эффективность бизнеса. И вот здесь можно привести цитату аналитиков. В условиях стагнации рынка выигрывает та компания, которая наиболее активно инвестирует в свое развитие. Потому что она выигрывает не за счет растущего рынка, как это было в начале, нулевых, а за счет доли тех компаний, которые этого не делают. И мы понимаем, что магнит на данной точке развития, по крайней мере, относится именно к компаниям, которые это не делают. И второе решение проблемы – это сокращение расходов, конечно же, кост-каттинг. И, собственно говоря, для того, чтобы понять, насколько менеджмент эффективно управляет своими расходами, давайте посмотрим на отчетность за 2019 год. Общая выручка компании стабильно растет. Вот в 2019 году показатель составил 1,37 триллиона рублей, и это на 10,5% выше, чем годом ранее. Темпы роста выручки компании набирают обороты, и нужно понять, за счет чего наблюдается такой рост. Есть два фактора, которые определяют динамику. Это открытие новых магазинов, и это так называемые like-for-like продажи. Это выручка без учета новых магазинов, открытых за отчетный период. То есть есть какое-то количество магазинов, мы смотрим, сколько они заработали в прошлом году и в новом году. Как мы видим, количество новых магазинов за год увеличилось практически на 13%. Более 20700 магазинов магнита есть в настоящий момент, а при этом LFL продажи выросли менее чем на 0,5%. И это говорит о многом. Причем, like-for-like продажи для магнита это вообще болезненный показатель, потому что на протяжении нескольких лет они падали, показывали негативную динамику. Наконец-то выползли в легкий плюс, 0,4% роста за год. Это хорошо, что показатель вышел из отрицательной зоны. Это говорит о том, что магнит наконец-то перестал терять покупателей. И здесь, видимо, нужно поблагодарить программу лояльности магнита, которая была развернута, правда, только в 2019 году. Но все равно LFL продажи выглядят очень слабо, и это действительно негативный момент для компании, показатель, который необходимо отслеживать, чтобы понимать, насколько эффективно работает компания. В 2020 году менеджмент планирует открыть уже меньшее количество магазинов. Пока непонятно обновленная стратегия в связи с кризисом. Но если LFL продажи не начнут расти, по итогам 2020 года прирост выручки будет, конечно, значительно меньше. Особенно с учетом трудной экономической ситуации. Дальше. Валовая прибыль выросла на 5,4% всего лишь, 312 млрд. Это связано с тем, что в бизнесе увеличилась доля низкомаржинального оптового сегмента, выросли потери и снизилась торговая маржа. Дальше посмотрим на показатель EBITDA, который вырос на 1,6 год к году. Это очень скромный рост. У компании в 2019 году выросли операционные расходы почти на 11,5%. Это повлияло, конечно же, на маржинальность бизнеса. То есть мы видим, что пока менеджменту как-то не очень удается сделать бизнес-магнита более эффективным. Маржинальность EBITDA упала с отметки 11,7% до уровня 10,8%. Увеличившиеся расходы на амортизацию за счет единоразовых списаний и обслуживания долгов добили прибыль. В итоге чистая прибыль компании составила 9,6 млрд. против более чем 24 млрд. рублей в 2018 году. Падение почти на 60,5%. Это, конечно, очень печальная динамика. При этом менеджмент довольно активно инвестирует. У него обширная инвестиционная программа. Капитальные затраты за год выросли на почти 60 млрд. рублей. И магнит ускорил программу редизайна. Открывал, как я уже говорила, много новых торговых точек. При этом есть большая база старых магазинов, которым тоже требуется обновление. И это можно считать минусом, потому что на эти деньги, по сути, если бы компания была более мобильной, она могла бы как раз выстраивать какие-то современные технологии, развивать ту же самую электронную коммерцию. Но нет, мы видим, что этого не происходит. В 2020 году менеджмент планирует направить на капитальные затраты 60-65 млрд. рублей. Даже больше, чем в прошлом году. Но, возможно, будет пересмотрен в текущем моменте этот показатель. И компания также в 2019 году, согласно планам, планировала заниматься редизайном старых магазинов. Это первый момент. И второе, открывать более маржинальные форматы. Например, магнит косметик. Делать упор на него. Весь операционный денежный поток компании ушел на кап затраты, на инвестиции. И для того, чтобы выплатить дивиденды и провести обратный выкуп акций, магниту пришлось наращивать долги. Чистый долг увеличился на 27% за год. И для того, чтобы в динамике посмотреть на долг, давайте посмотрим на показатель EBITDA, который рассчитан по старым стандартам отчетности и которым руководствуется менеджмент компании. Отношение чистый долг к EBITDA превысило двойку, причем рост этого показателя продолжается уже несколько лет подряд. И это негативный знак, который показывает, что компания генерирует прибыль медленнее, чем накапливает долги. Если посмотреть на другие мультипликаторы и сравнить магнит с конкурентами, здесь, конечно, самый явный это X5 Retail Group, то можно увидеть, что и по отношению чистого долга к EBITDA X5 выглядит лучше, там только 1,7 этот показатель. И по показателю P на E цена прибыль X5 тоже выглядит привлекательнее. Также посмотрите на рентабельность компании. Например, показатель ROA отношение чистой прибыли к активам показывает явный нисходящий тренд, начиная как раз таки вот с 2016 года. Аналогичная картина также по рентабельности капитала и рентабельности выручки. Здесь все достаточно грустно. При этом магнит, конечно, манит своими достаточно высокими дивидендами, потому что по текущей цене дивдоходность получается под 9%. Раньше у магнита была политика, он направлял на дивиденды 40-60% от чистой прибыли, но после смены контролирующего акционера конкретной дивидендной политики пока не выбрано. При этом менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год в январе и июне. Годовая дивидендная доходность за 2018 год составила 304 рубля на одну акцию. По итогам 4 квартала 2019 менеджмент выразил намерение не снижать дивидендные выплаты. При этом за 9 месяцев 2019 уже было выплачено 147,19 рубля на акцию и ожидается еще одна выплата в размере 150 рублей. Конечно, дивдоходность привлекательная, практически в два раза выше, чем у X5 Retail Group. Но если резюмировать все вышесказанное, то я думаю, что вы уже поняли, что магнит, конечно, пытается восстановить эффективность своей работы и имеет какую-то стратегию, какие-то планы по модернизации, по внедрению технического прогресса. Но компания, конечно, по-прежнему заметно отстает. И если в ситуации такой, скажем, стагнации российской экономики, которая в прошлом году наблюдалась, магнит, в принципе, мог сделать рывок вперед, потому что у него действительно не такой большой средний чек, у него, в принципе, клиентская база такая, которая, наверное, продолжила бы, по крайней мере, работать на том же самом уровне, на прибыльность компании. Может быть, даже за счет модернизации удалось бы добиться какого-то прогресса. Но сейчас в текущих условиях, конечно, оторвать компанию от 1, как мне кажется, вообще достаточно сложно. Несмотря на привлекательную див-доходность, вот если выбирать все-таки из двух компаний, магнит или X5, я бы, наверное, все-таки делала ставку на нее. Почему магнит платит дивиденды? Потому что крупным акционерам нужны деньги, условно говоря, и миноритариям тоже перепадает. Но с учетом того, что перспективы компании достаточно туманны, я бы все-таки не стала прельщаться только на этот показатель. Что вы думаете по компании магнит? Какие у вас ожидания? Как вы считаете, могут ли котировки все-таки отлипнуть от тех низких уровней, на которых мы находимся? По факту получается, что компания уже достаточно неплохо отыграла провал, который вот разразился в марте-апреле. Отросла, по-моему, уже практически на 30%. Это хороший результат по котировкам. Но, с другой стороны, если вы посмотрите на месячный график, то, конечно, увидите, что картина довольно драматическая складывается. Жду ваших комментариев с оценкой магнита. Может быть, на каких-то других российских или иностранных ритейлеров. Вы делаете ставку сейчас, поделитесь, пожалуйста. Друзья, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что было полезно и интересно. Мы продолжаем нашу рубрику «Распаковка на регулярной основе». И я запущу в Телеграме на днях опрос с предложением для вас выбрать компанию, которую вы хотите, чтобы мы распаковали. Так что переходите по ссылке на наш Телеграм. Она есть в описании к этому видео. InvestFuture он называется. И участвуйте, пожалуйста, в опросе. Мы хотим делать для вас разборы компаний, которые вам действительно интересны. Будем составлять план. Спасибо большое. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Лайк, подписка, колокольчик обязательно. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. И до встречи в наших следующих полезных роликах.